Пять привычек богатых людей. Все то, что делают успешные люди, я сейчас буду озвучивать. Слушайте внимательно, досмотрите видео до конца, особенно последний пункт, для того, чтобы понять, как вам повысить шансы на успех, как вам прийти к реализации своих целей и получить то, о чем вы мечтаете. Если вы не внедрите эти привычки, возможно, и хуже не станет, просто вот так останется, как есть. Если вас это устраивает, выключайте, и вы идите заниматься своими делами. Если нет, смотрим и впитываем в себя информацию. Поехали. Первое. Что делают богатые люди и успешные? Успех и богатство, во-первых, давайте разберемся, это относительное понимание, относительное состояние. Для одного человека быть богатым и успешным, это обладать миллионом долларов, а для другого это миллиард долларов, например. Один считает себя успешным, потому что у него птицеферма огромная, а второй считает себя успешным, потому что у него небоскребы. Безусловно, это достаточно субъективное понимание того, что такое успех и богатство, но в любом случае этих людей объединяет что? У них нет неудовлетворенных нужд. То есть они не живут от копейки к копейке, от зарплаты к зарплате, они могут себе позволить комфорт, изобилие, радости и удовольствия. Так вот, первая привычка – это умение управлять своим временем. Время – самый ценный инвестиционный ресурс, который есть у абсолютно каждого человека. И здесь мы все с вами равны. Это вот то же самое, представьте себе, всем людям мира раздать по 24 тысячи долларов, к примеру. Каждый человек на земном шаре получил 24 тысячи долларов. Вот как в сутках – 24 часа. К чему мы с вами придем? Вы что считаете, что все станут успешными? Вот все оказались в равных условиях. Я вас уверяю. Общество поделится вновь на группы. Появится небольшая группа, к которым будут постепенно перетекать эти деньги, выданные другим людям. То есть, кто-то опять вернется к нищенскому существованию, а кто-то вырастет и станет богатым. Почему? Потому что умеет распоряжаться ресурсами. Время – тоже очень классный ресурс. А теперь посмотрите внимательно, на что вы его расходуете. Первое. С какими людьми вы общаетесь? Кто они? На кого вы сливаете свою энергию? Что вы впитываете в себя? Какие эмоции вы проживаете? Какие эмоции вы контейнируете? Это могут быть просто деградирующие, токсичные подруги, в общении с которыми это только все рассуждения о том, что мужики плохие, жизнь плохая, пьет, бьет, гуляет, изменяет. Это вы себя этим напитываете. Вот на что вы свое время тратите. Это может быть просто бестолковое просматривание каких-то видео. Вообще ничему. Просто засираете информационное пространство. Смотрите какие-то идиотские ток-шоу, программы. В общем, ваше время разлетается в никуда. Вместо того, чтобы сформировать четкий график. Во сколько я ложусь спать? Во сколько я просыпаюсь? Сколько времени я трачу на работу? Сколько времени я трачу на отдых и восстановление? С кем я общаюсь? Как я это делаю? Обозначаю дедлайны, то есть крайние сроки. Когда я должен прийти к какому-то, пусть даже промежуточному результату? У меня есть четкое понимание, куда я иду в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. У меня в календаре все записано. И у меня в том числе. И если я открываю, я его понимаю. У меня есть выбор. Я вот здесь инвестирую свое время в какой-то проект, который для меня ценен. Либо я что? Поджимаю ножки кверху и занимаюсь ничего не деланием. Хотя ничего не делание тоже должно быть осознанным и разумным. Оно должно полноценно восстанавливать ваши ресурсы. А если вы занимаетесь ничего не деланием, так называемым, где ваши ресурсы не наполняются, вы никогда не будете успешными. Поэтому научитесь планировать свое время. Если вы думаете, что вы обойдете этот пункт и будете применять другие пункты и станете успешными, ничего у вас никогда не получится. Следующий очень важный момент – это фокус внимания на приоритетные задачи. Что значит фокус внимания на приоритетные задачи? У вас может быть масса идей и планов. Эти идеи и планы могут быть вообще разнопрофильными в разных сферах жизни. Но вы определяете для себя приоритетную цель. Одну, единственную. И весь фокус внимания туда. Весь фокус внимания. Вы не распыляетесь на другие задачи, пока не доведете этот проект до конца. Да, безусловно, есть люди, у которых рука набита уже, знаете, у них особенный склад ума и мышления. Они способны сразу несколько проектов сопровождать и быть сфокусированными на этих нескольких проектах. Но если у вас такого опыта нет, это фокус внимания на одной конкретной цели. И все вокруг этой цели простраивается. Вот как водичка капает на камушек, точит его, меняет его форму, так и вы. В одну цель бьете, бьете, бьете. Не отвлекаясь на сторонние дела и стопроцентно приходите к результату. Почему очень часто люди не могут прийти к достижению своих целей? Приведу вам такой пример. Есть две категории людей. Ну, их категорий-то много, но мы сейчас поговорим про две. Прокрастинаторы невротические и перфекционисты. То есть, это люди, которые откладывают на потом реализацию своих целей. Эти люди хотят изменить свою жизнь, но у них всегда находятся основания, чтобы этого не сделать, либо сделать это чуть-чуть попозже. Есть перфекционисты, которые проживают свою жизнь, зацикливая фокус своего внимания на каком-то незначительном объекте, либо на какой-то незначительной сфере, ну, к примеру, женщина сумасшедшая хозяйка, у нее дома идеальнейшая чистота должна быть, и она всю свою энергию сливает только туда. При этом у нее нет ни отношений, ни окружения разбивающегося, она одинока, ей плохо, вот она проживает в своей идеальной квартирке. Либо у этих людей формируется синдром отличника. Они останавливают себя в развитии, потому что считают, что если я вдруг не уверен на 100% в результате того, что я сделаю, я даже браться не буду. И люди со стороны многие смотрят и думают, какая она классная, какой он классный, вот этот человек, вот этот человек, если не уверен, что на 100% может быть эффективен, никогда не будет браться за это. А с другой стороны, это все просто лишь сопливые рассуждения. Вот в этом человеке, который так утверждает, столько страхов потерпеть поражение, столько страха столкнуться с обратной связью, критикой, столько страхов того же успеха, что ему проще ссылаться на свою неидеальность и стоять на месте, нежели что? Нежели пойти дальше. Потому что абсолютно каждый успешный человек совершал ошибки. Но эти ошибки он использовал как ступеньки к своему росту. И каждый раз, когда он совершал ошибку, он делал выводы на основании этих ошибок и шел дальше. А вот эти диванные гении, которые считают, что они все знают и умеют, они ничего не делают, не совершают никаких ошибок. Почему? Потому что масштаб их личности вот такой. А демонстрация своих, они показывают себя мега супер классными. Херня полнейшая. Вот с такими прокрастинаторами и перфекционистами я в том числе работаю на своей пятидневной диагностической программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Если вы хотите, правда, в моменте принимать решение, переходить к действиям и начинать что-то делать в своей жизни, эта программа стопроцентно для вас. Не забывайте о регистрации и участии. Следующая привычка успешных людей – это постепенность и поэтапность. Наверняка вы играли в компьютерные игры. Там есть определенные уровни. Невозможно сразу оказаться на десятом уровне. Но этого просто не может быть. Вы должны пройти первый, второй, пятый, шестой, восьмой, девятый и оказаться на десятом. О чем идет речь? Не нужно ставить перед собой задачу за один день прочитать книгу, либо за неделю. Лучше читайте в день по 10 минут, но делайте это регулярно. Не нужно ставить перед собой цель за месяц сбросить 10 килограмм. Вы себя загоните просто в изнурение сумасшедшее, физическое, эмоциональное, психологическое. Сдадитесь, наберете еще больше, попретесь дальше в свои целлюлитные дела. Лучше поставить себе цель скинуть полтора-два килограмма в месяц. Но выбрать такую систему питания, активности, которая не будет создавать для вас стресс. Не нужно ставить перед собой цель заработать миллион баксов, если вы еще сейчас даже не научились зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Не надо такие цели ставить. То есть поэтапность должна присутствовать. Да, сама цель может быть ориентирована на миллион долларов, но поэтапность достижения должна показывать вам, что я к такому-то месяцу должен выйти на такой-то уровень, а вот к этому месяцу вот на такой уровень. И постепенно-постепенно я понимаю, что я приблизился к своей мечте, и я вижу, что цель действительно можно реализовать. Поэтому будьте поэтапными. Я знаю людей, которые слишком быстро и активно начинали, и также быстро раздувались. Но знаю людей, которые медленными шажочками, не спеша двигались к своей цели, встречая на своем пути вот тех активных, лежащих на обочине, и добивались результата. Это знаете, как в анекдоте, когда сын с папой встречаются, и папа уже пожилой такой, в возрасте, а сын молодой. И папа спрашивает у сына, ну как там у тебя дела на любовном фронте? Как там девочки туда-сюда? Он говорит, пап, да вообще. Сегодня я, короче, с девчонкой с одной переспал, блин. Четыре раза, короче, заезжал, вообще просто огонь. Вот. А у тебя как? Он говорит, ну у меня один. Он говорит, ну понятно. Проходит еще какое-то время, встречаются они опять там через годик-два, обсуждают эту тему. Говорит, у тебя как? Говорит, да там с телкой с одной, короче, сегодня я три раза заехал. Он говорит, а у тебя? Говорит, а я один. И так они встречаются, вот он два раза заехал, потом уже и сын один раз заехал. Ну и встречаются и спрашивают у сына, ну как там у тебя с девочками-то? Сколько раз заехал? Говорит, ну ноль. Он говорит, а у меня один. Не нужно быть максималистом. То есть желать максимально можно, мечтать в максимуме, в таком масштабе можно, но распределять свои силы нужно по этапу. Вы можете прийти в спортзал, например, если вы не занимались спортом два года, положить на штангу 150 килограмм веса и сделать жим лежа. Ну вы себя придавите и сдохнете там. Никому это не нужно. Или вы не бегали совсем, решили пробежать на 10 километров. И на следующий день вы не встали с кровати, вам плохо, не надо. Решили поставить рекорд приседания, начните с одного раза. А на следующий день два, а потом три. То есть ваша психика должна адаптироваться. Запомните это раз и навсегда. Обязательно напишите в комментариях, если у вас был опыт срыва, когда вы активно въезжали в какую-то сферу, пытались там каким-то целям прийти. Но в моменте спускались и возвращались на прежнюю позицию. Я даже, знаете, помню такие ситуации, когда в детстве насмотришься этих фильмов боевиков. Сильвестр Сталлоне, там американские ниндзя, все бегают. По деревьям носятся, на носочках крадутся, незаметно появляются. И на следующий день весь двор пацанов выходит. Мне папа сделал звездочки ниндзя. У кого-то деревянные, у кого-то металлические. Маски, короче, там, мечи. Все в ниндзю играют, все в черной одежде. Ну, там, в каких... Главное создать вот этот антураж. Только темнело на улице, мы все там за домами в кустах. Делились на команды, надо было захватить там что-нибудь. Пару дней прошло, все уже никакие не ниндзя. Сидят на скамейке, семки клацают. Все, запал, прошел. Только фильм вышел. Жан-Клод Ван Дамм. Все, а, кровавый спорт, я буду заниматься. Я плохо вижу, я слепой. Но я поймаю твою руку. И так и здесь. Не надо туда ломиться вообще. Не будьте максималистами. Станьте поэтапной личностью. Следующий очень важный момент, на который также я хотел обратить ваше внимание, это ваше окружение. И это очень важная привычка богатых людей. То есть, эти люди посещают мероприятия, на которых они даже никого не знают. В прямом смысле слова. То есть, понимают, что, допустим, где-то проходит какая-то выставка. Ну, плюс-минус въезжает какое-то, ну, либо закрытое мероприятие какое-то. Пробраться, я уверяю вас, можно всегда. Где-то немножко схитрив. Вот как у меня была, значит, знакомая. Не буду называть ее фамилию. Она поймет, что я про нее говорю. Ну, как бы, ладно, пускай понимает. Это не секретная информация. Так вот. Она работала в одном из глянцевых журналов. Здесь, в Москве. И была обычным дизайнером. Ну, там что-то верстала, делала какие-то картинки, оформления. Я там, как бы, особо не разбираюсь в этой теме. Но параллельно она изучала там другую сферу деятельности. И не могла понять, как ей сдвинуться с места. И, представляете, а я был рядом с ней в этот момент, когда в редакцию журнала приехал, значит, основной акционер этого журнала. А он на тот период времени был очень крупным банкиром. Очень крупным. Так вот. И, представляете, он ей говорит, послушай, вот ты любое мероприятие, которое проходит в Москве, на любое мероприятие, можешь получить от нас, типа, аккредитацию, как от прессы. Идешь себе, посещаешь, там, заметочки делаешь, туда-сюда. А она, вот вдумай, она работает в этом журнале. Она даже, вот если бы она не спросила об этом, получилось бы у нее туда попасть? Нет. Если бы она не ходила, не задавала вопросы, получилось бы попасть? Нет. То есть, просто элементарный человек озвучил свое желание, озаботился этим. И с течения обстоятельств. Раз и подсказали. Я, честно, в тот период времени тоже не задумывался. Так вот. Она начинает посещать эти мероприятия. Якобы она аккредитованный, там, этот журналист, корреспондент от этого издания. Действительно, нам что-то записывает на диктофон, делает какие-то фотографии, например. Может подойти к людям под предлогом для журнала, там, заметку сделать, задает вопросы. И начинает формировать новые знакомства. Кого-то возьмет визитку. Как вы относитесь к интервью? А как к тому? Как к этому? В конечном итоге, сформировав свое окружение и пространство, начинает постепенно выходить к своей цели. Это очень важно. Я помню слова покойного, царство ему небесное, Владимира Вольфовича Жириновского. Но он не мне их произносил просто. Когда ему задали вопрос, «А как вы считаете, что должен делать человек, который хотел бы быть успешным?» То есть одно из основных вообще качеств этого человека. Он что сказал? Связи. То есть это человек, который умеет быть с другими людьми в контакте. Неважно, где ты оказался, ты можешь в любой момент времени встретить очень интересного человека. Настолько интересного, что ты даже сам не можешь ответить себе на вопрос, почему такое стечение обстоятельств произошло. У меня такие ситуации были. Я вот даже, ну тоже без фамилии, летел я на, значит, этот, как он называется-то, Господи, в Дубай. Не надо только говорить там бизнес-классом, потому ты там встретил этого человека. Нет. Ну я же до этого не летал там бизнес-классом много лет. И летать бизнес-классами начал тоже потому, что научился формировать определенное окружение людей и расти благодаря этому. И вот я себе стою спокойно. Там, если кто не знает, если мы берем вот этот самый большой Airbus 380, значит, он двухэтажный, на втором этаже бизнес-класс, и в конце бизнес-зала барная стойка, как в баре. Вот она такая большая, там вокруг у нее диванчики кожаные стоят. И все, кто там летит, могут спокойно подойти к этой барной стойке, выпить там что-нибудь, сок томатный, виски, вино, все, что захотите. Я стою там себе спокойненько, никого не трогаю, попиваю этот прохладительный напиток, и рядом со мной стоит дедушка. Дедушка. Вот дедушка. И так что-то меня так локтем. Ну давай, сынок, говорит, это, чтобы долетели нормально. Я говорю, вот батя, давай там раз с ним, чокнулись там, подлоточку сделали. Что-то слово за слово в футболке там стоит себе в джинсах, ха-ха, хихи, ржет, с этими стюардессами заигрывает, шутки какие-то там отвешивает. Ну и простояли мы с ним, лететь-то долго. Ну и постояли мы с ним там полчасика. Он мне говорит, давай встретимся здесь через 40 минут. Я же человек пожилой, мне нужно добраться, там на свое место, сесть посидеть. Я говорю, да, вообще без вопросов давайте. Приятный собеседник. И что-то мы с ним вот так вот заобщались, заобщались, заобщались. И мы уже стоим, значит, опять возле этой барной стойки. Он возвращается обратно и проходит мимо парень молодой. Он обращается к нему по имени. И говорит, иди сюда. Сюда иди. Подходит, говорит, принеси визитку ему быстро. А мы уже собрались на посадку идти. Нам говорят, типа, все, давайте заканчивать, надо садиться. Ну он, соответственно, подходит, дает ему визитку, а он мне. И говорит, ну, держи. Звони, приходи в гости, встретимся, посидим, на рыбалку съездим. По-свойски. Я вот так беру визитку, и у меня, простите, меня просто давление, понимаете. Я, естественно, собрался в кучу, а я-то с ним уже стоял, за плечо его обниму. Он там что-нибудь расскажет анекдот. Я его там чуть ли не по макушке кулачком, знаете, он ко мне, я к нему. Ну я там собрался в кучу, думаю, так, ладно, все. Отчество у вас такое, вижу, сложно выговариваемое. Выговаривал отчество, все. Ну, естественно, он говорит, расслабься. И он сказал очень классную вещь. Я знал это до того, как он это сказал. И всегда был в этом убежден, и всегда буду придерживаться этого. Он сказал, знаешь, почему я тебя позвал к себе в гости? Ты же знать не знал, кто я. Видеть меня не видел. Какой-то дед, блин, в перхоте, блин, стоит. Правда, там чуть-чуть перхоть посыпалась на футболку. Он все стоял, ее стряхивал вот так. Какой-то дед стоит тебе, сказки рассказывает, истории, блин. Человеческое отношение надо сохранять по отношению к любому человеку. Вот если бы даже ты мне культурно отказал, это было бы красиво. А есть такое, знаешь, я раз летел, и тоже так вот стоял с парнем, общался, так он, знаешь, мне сказал. Говорит, дед, да ты отъедешься от меня со своими разговорами уже или нет? Как неприятно, как неприятно. А если его судьба заставит оказаться у меня в кабинете когда-нибудь? Вот что ж я ему скажу? Что, отъедешься от меня? Я бы так не сказал. Меня по-другому воспитывали. И действительно, когда ты общаешься с умными людьми, взрослыми людьми, которые уже прошли путь определенный, ты учишься у них. А кто боится учиться? Боятся учиться горделивые люди, которые сформировали искусственный масштаб личности и считают, что если он спустится на уровень «подскажите, помогите, направьте, научите», то есть признает свой масштаб личности реально еще не столь большим и стоит на месте, не развивается. И у меня тоже какая-то такая история в жизни была. Когда я считал себя самым умным, и как это я пойду кому-то за советом? Не надо бояться. Когда вы формируете это окружение, вы понимаете, что у вас всегда есть возможность через новые знакомства, через новую дружбу в том числе, просто прийти как можно быстрее к своей цели. Понятно, что не нужно использовать этих людей в качестве наживы, но вы всегда почувствуете, сходятся ваши интересы или ценности или нет. Еще очень важный момент. Это, конечно же, получение кайфа и удовольствия. Это тоже одно из основных таких правил, привычек, которые формируют успешные и богатые люди. Если вы просыпаетесь утром с мыслями, блин, опять на работу, как я устал, устал, я не могу, я уже ничего не хочу, мне уже ничего не надо, у вас ничего не получится. Ничего не получится. Мы приходим к реализации своих планов, когда находимся в кайфе, в наслаждении. Да, там могут быть трудности, там может быть стресс, но это совершенно иного характера стресс. Когда вы относитесь к тому, что вы делаете как к работе, корень раб, безвольность определенная, когда я отношусь к своему занятию как к некой миссии, то есть для меня это путь, для меня это игра, путешествие какое-то, я тут, здесь, там, сям. Вот это действительно очень круто. И у меня такие ситуации тоже были в жизни, когда я сталкивался с какими-то бизнес-процессами, которые меня просто выматывали. Я просыпался каждое утро, и мне казалось, блин, понедельник, как я ненавижу понедельник, как я его терпеть не могу, опять на работу. Сейчас я понимаю, что я занимаюсь тем, что мне доставляет радость, удовольствие, наслаждение. Я люблю и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу. А субботу с воскресеньем так вообще на подавда очень сильно люблю. Поэтому формируйте в себе эти привычки. Если вы не умеете получать удовольствие от жизни, значит, есть какие-то запреты, есть травмы, есть барьеры. Не нужно стоять на месте в ожидании, что кто-то примет решение сделать вас счастливым. Каждый человек отвечает сам за себя, и перекладывать ответственность за ваш успех и счастье на других людей мы не можем. И когда мы часто слышим от людей, которые себя не реализуют, что вот, не все могут быть успешными, не все хотят ими быть. Точка. Когда человек хочет, он обязательно к этому придет. Позже, раньше, но он придет туда в свое время. И деньги у него появятся тоже в свое время. Потому что какое количество людей в моменте богатела, масштаб личности еще не готов к таким финансам. Пропускная способность может быть и готова потратить, слить их куда-то. А вот вместительная способность, чтобы грамотно управлять ресурсом финансовым, грамотно его распределять, чтобы сонастроиться с этой финансовой энергией, вот к этому этапу нужно созреть. То есть даже здесь в вашем росте должна присутствовать поэтапность. По-другому никак.